Венеция – это город-сказка, город-мечта, город-история. Романтичная и удивительная она ежегодно принимает 30 миллионов туристов. Венеция привлекает невообразимой старинной архитектурой, очаровывает каналами с гондолами и поющими гондольерами, врезается в память и сердце всем, кто хоть раз там побывал. Тем же, кто выбрал неудачное время для путешествия, один из главных соперников Парижа запомнится еще и причудами погоды. Температура воздуха в Венеции по данным NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, в таблице ниже. Месяц МакЭс, минор. Градус С, январь-7, февраль-09, 01, 2018, март-13,04, 2018, апрель-17,08, 2018, мая-22, 13 июнь-26, 17 июль-28, 19 август-28, 18 сентябрь-24, октябрь-15, 18,10, 2018, ноябрь-12,05, 2018, декабрь-08, 01, 2018. Венеция расположена на севере Италии, но при этом считается южным городом. Омываемая водами Адриатического моря, она названа «Жемчужиной Адриатики». Однако уникальное водное расположение дарит городу весьма своеобразный климат. Зима здесь мягкая и теплая. Температура редко опускается до нуля и еще реже держится достаточно долго, чтобы заморозить каналы. Последний раз подобное явление наблюдалось в 2012 году. Каналы замерзли впервые за 80 лет. Венеция в декабре приветствует туристов сыростью и подходящим к концу сезонам дождей, что не мешает посетителям наводнять улочки и каналы в поисках чего-то нового и уникального на рождественские и новогодние праздники. Венеция в январе становится еще холоднее и кажется менее приветливой. Над каналами появляется туман. Туристы покидают город. Наступает «низкий» сезон. Обратите внимание. В каналах в это время сильно повышается уровень воды, поэтому резиновые сапоги становятся главным модным трендом как для жителей, так и для немногочисленных гостей города. В феврале Венеция вновь обретает жизнь, хоть погода первой половины месяца и мало отличается от январской. Город наполняется множеством туристов. Причина одна – венецианский карнавал. В 2019 году мероприятие выпадает на период с 16 февраля по 5 марта. Во второй половине февраля температура воздуха значительно поднимается, спадает сырость и приходит ощущение весны. С наступлением марта и окончанием фестиваля в городе падают цены и растет температура, а вместе с ней и вероятность выпадения осадков. Будет ли Венеция в марте дождливой, не всегда могут предсказать даже метеорологи, поэтому местные жители всегда готовы к очередному наводнению. Апрель заново открывает туристический сезон. Комфортные 17-20 градусов Цельсия на термометре влекут ценителей городского и гастрономического туризма. Прогулки по городу уже не сопровождаются пронизывающими порывами ветра, а перекус на свежем воздухе не грозит насморком. В мае открывается еще и купальный сезон на Венецианской ривьере. Правда, на плавание отваживаются только самые смелые, поскольку температура воды в это время не достигает и 20 градусов Цельсия. К тому же май является одним из самых дождливых месяцев в году. Июнь в город на воде приходит с новым потоком туристов. Долгожданное тепло и пора отпусков превращают Венецию в сплошное скопление туристов. Солнечная погода и температура выше 26 градусов Цельсия на самом деле сильно обманчивы. Высокая влажность сильно утомляет, поэтому многие туристы, прибыв в жемчужину Адриатики, оказываются не готовы к изнуряющим городским прогулкам. В июле ситуация усугубляется. Температура растет, как и количество туристов. К тому же в этот период начинают цвести каналы, а город заполняют ароматы, способные испортить приятное впечатление и от архитектуры, и от еды. Провести на улице целый день – задача для экстремалов. Август – любимый месяц гостей Ривьеры. Это месяц самого теплого моря и самых заполненных пляжей. Температура воздуха достигает отметки в 30 градусов Цельсия. Важно, посещение Адриатики в этот период может быть опасно для людей, страдающих от болезней сердца. Начало осени в Венеции почти не чувствуется. Если в странах СНГ сентябрь принято считать «бархатным», знаменующим закрытие «высокого» сезона, то здесь сентябрь по праву считается летним месяцем. На улице все еще жарко, стоит высокая влажность, а туристы не спешат покидать острова. С наступлением октября жара начинает спадать, а вместе с ней из города пропадают туристы. Температура редко поднимается до 20 градусов Цельсия. Ближе к концу месяца возможно выпадение осадков. Близится ноябрь и сезон дожий. Погодные условия и сама Венеция в ноябре сравнима только с Санкт-Петербургом. Это время ливней, холодного ветра, горячего кофе и грустных мыслей. Перемещаться по городу нужно быстро, чтобы поскорее оказаться в теплом кафе, оставив ненастную погоду за окном. После дождливого ноября вновь наступает туманная зима, чтобы смениться теплой весной и жарким летом. Неизменно одно, неиссякаемый туристический поток. Венеция – город туристический, но не курортный. Главными достопримечательностями являются вовсе не пляжи, но любителям пляжного отдыха можно посетить Венецианскую ривьеру. Погода в Венеции в октябре северное побережье Адриатики славится своими курортами, самые известные из которых Ледодиезола – мечта многих путешественников, самый фешенебельный и дорогой курорт Италии. Гостей ривьера принимает с мая по октябрь, но наивысший пик сезона приходится на летние месяцы и сентябрь. Для посетителей открыты чистые ухоженные пляжи с золотистым песком и пологим входом в море. Самый жаркий месяц – август, в это время даже температура воды достигает невообразимо высоких отметок – до 29 градусов Цельсия. Интересный факт. Средняя температура воды в августе 2018 года составила 27,8 градуса Цельсия, при среднестатистической 26,1 градуса Цельсия. Показатели температуры воды с открытия и до закрытия купального сезона представлены в таблице. Месяц Макос. Градус Ц, минор. Градус Ц, сред. Градус Ц, май 23,318, 220,1 июнь, 25,123, 424,3 июль, 28,123, 925,9 август, 29,123, 726,1 сентябрь, 25,420, 922,9 октябрь, 20,71819, 100,000, 3 для большинства отдыхающие мая и октябрь покажутся довольно холодными для отдыха. Но смельчаки, отважившиеся посетить Ривьеру в это время, будут приятно удивлены отсутствием туристов. Планировать поездку в Венецию необходимо исходя из собственных интересов и бюджета. Следует учесть, что Италия изначально считается дорогой страной для посещения, а отдельные туристические уголки такие, как Венеция, Флоренция, Рим и Верона, повышают и так высокие цены до небес. Главные достопримечательности Венеции относительно «дешевыми» месяцами для посещения станут октябрь, ноябрь, январь, март. Это время низкого сезона, когда в городе мало туристов и цены опускают в 2-3 раза. В то же время никаких значительных мероприятий в это время застать не удастся. Но посетить город, чтобы полюбоваться архитектурой и тишиной тоже стоит. Важно, впечатление может сильно испортить погода. Начиная с конца октября в Венецию приходит сезон дождей и холодный морской ветер, находиться на улице неприятно. Январь встретит холодом и туманом, поэтому рассмотреть город со смотровых площадок церквей и соборов может быть затруднительно. Решившись ехать в Венецию в январе, нужно брать с собой теплую одежду. Если финансы позволяют, то приехать в плавучий город можно летом. Однако стоит учесть и негативное влияние погоды, и большое количество туристов. Цветущие каналы внесут свою лепту, сделав отдых действительно незабываемым. Самыми знаменитыми событиями в Венеции являются традиционный карнавал и кинофестиваль. Карнавал ежегодно меняет даты и проходит в промежутке между концом января и началом марта. В это время наблюдается особое скопление туристов, а ценовая политика меняется так, что летние цены кажутся весьма привлекательными. Для тех, кто не готов постоянно находиться в толпе, февраль, который обязательно затрагивает карнавал, не лучшее время для посещения. Обратите внимание. Время фестиваля – золотой час карманников. Следует быть особенно осторожными и внимательными. Знаменитый кинофестиваль открывает двери в конце августа и занимает неделю сентября. Совпадает с пиком пляжного сезона. Как и в случае с фестивалем, гостям города нужно быть готовыми к очередям и вспышкам фотоаппаратов. Погода Венеции может удивить самых заядлых путешественников, поэтому, собираясь в этот удивительный город, не нужно пренебрегать метеорологическими предсказаниями, а одеваться по погоде. Проверить погоду на сегодня и ближайшее время можно, используя Гесметио – Венеция, чтобы традиционный для венецианцев ежегодный потоп не стал неприятным сюрпризом.